всем привет на канале крипто комманс гринни вернулся и давайте сразу к делу не будем томить что мы тут видим мы видим коррекцию по биткоину многие капюшующих сейчас в чатах в комментариях пишут что все пропало мы уходим в медвежий рынок но если мы посмотрим повнимательней то мы видим с вами просто небольшую коррекцию такую же как мы видели вот здесь такую же как мы видели вот здесь вы можете конечно сказать что такую же как мы видели вот здесь и это будет другой разговор что мы сейчас видим отскок дохлой кошки например и летим дальше вниз окей даже если так произойдет даже если произойдет вот так вот то это нам не разломает бычью картину на четырехчасовике как вы можете помнить и видеть у нас тут есть восходящий тренд восходящая поддержка которая даже в бычьих движениях иногда бывает ложно пробита так что вот даже такое падение не сломает нам бычий расклад на четырехчасовом таймфрейме даже если она будет ложно проколота вот это вот поддержка и потом мы отскочим как мячик из-под воды то все будет окей и нарисуем вот такой вот перевернутую летучую мышь как вариант это все не значит что это точно произойдет то что я сейчас говорю все и так видно что тренд у нас растущий и мы сейчас переписываем х и причем как по крипте по рынку так и по золоту и серебру ребята что отдельная вообще является тема вот и идем и туда естественно не без экстра волатильности вы что думаете вот здесь вот посмотрите было какая экстра волатильность вот здесь тут были дампы по 40 процентов и больше и у нас с вами был вот тут дамп даже еще больше поэтому конечно может быть и вот так но в целом это туда опять же желтая . на сайфере была у нас с вами когда мы падали на 29 посмотрите прошлая желтая . на сайфере привела конечно после этого еще к вид дампу но это был скорее черный лебедь исключение из правил но потом пошел массивный памп то есть опять же желтая . может быть сейчас смотрите ситуация похожая даже на сайфере вырисовывается может быть час очередной корона дамп 20 с индексом доллара который тузы монет поднимается но потом все равно это ликвидация всех маржинальных хомяков но потом все равно мы летим наверх но более такой здоровый вариант это сейчас еще небольшой дамп куда-нибудь на 53 на 52 тысячи и мы летим наверх потому что даже там достаточно будет ликвидации стоп лосей на мой сугубо субъективный взгляд конечно же дисклеймер не финансовый совет вот короче если вам нравятся такие рассуждения о крипто обязательно подписывайтесь на нашем канале подписывайтесь ставьте лайк жмите колокольчик все дела и пишите комментарии но что я думаю на что еще стоит обратить внимание конечно же стоит обратить внимание на книгу ордеров на нашем любимом сервисе trdr.io вы можете за небольшую копеечку подключить себе вот эти ну вообще подключить всю эту байду и у нее есть вот такие очень крутые индикаторы это ордер бук оверлей и ордер бук депп оверлей это плейс это нам показывает прямо на графике плотность заявок причем со всех бирж разную можно смотреть и тут кстати очень много вообще крутых индикаторов которых нет на трейдинг ю и бесплатно можете триал на неделю по моему на две недели они дают попользоваться бесплатным триалом и тут мы можем видеть с вами что что есть плотность покупателя на самом деле смотрите весь этот пролив выкупают 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 как и вот здесь выкупали весь пролив и в итоге мы потом полетели вот продавца тут особо и нету и это мы смотрим с биржи binance который является сейчас одной из самых наверное конечно как ни крути ликвидных ну там понятно что еще coinbase да но спотовых все-таки binance конечно binance 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 вот на байбите тоже мы видим что выкупают на на coinbase выкупают мы видим на хобби да в принципе на всех на кракене мы видим что в целом это все выкупается еще что хочется отметить дальше копнув глубже это из платной аналитики вилеву мы можем видеть здесь что у нас еще мы пока не достигли пика распродаж как это было этой весной когда мы первый раз дошли до 64 тысяч то есть мы пока идем наверх при этом мы видим шок предложения по биткоину спекулятивный спрос растет предложение уменьшается ликвидное предложение падает но самый прикол что по эфире мы видим еще более сильный шок предложения и посмотрите какая есть дивергенция между ценой эфира и шоком предложения поэтому все указывает на то что продают сейчас только те спекулянты которые скажем так не заработают на рынке вот здесь почему-то картинка очень уехала непонятно какой-то глюк pdf а но суть здесь в том что смотрите ходлер и начинают продавать ходлер и киты начинают продавать то есть они достигли пиком к аккумуляции но я тоже показывал но когда они начинают продавать цена продолжает расти и еще идет самая взрывная экспансия рост то есть умные киты ходеры умные ходеры они распродаются в рост потому что у них же дофига битков они не могут все продать на вершине точно и по одной цене поэтому они начинают продавать уже сейчас и смотрите они продают мы идем в рост и дальше что происходит они уже все продали и мы находимся на вершине и начинаем падать и также было и здесь вот здесь вот на пике семнадцатого семнадцатого года и в принципе сейчас тоже смотрите они начинают продавать в рост и биток растет если вы посмотрите на недельном таймфрейме, соответственно, они будут продавать, и когда эта штука придет вниз по вилеву, я вам об этом скажу, то мы, по идее, нащупаем верх, нащупаем локальную вершину. Поэтому очень-очень, ребятушки, интересное сейчас время, в котором мы живем. Да, конечно, всем, кто в лонге, всем, кто в ходле, наверное, неприятно видеть просадки, хотя, я еще раз говорю, я уже дошел до того, что мне уже приятно видеть просадки, потому что биткоин более дешевый, помните? И у вас всегда должно быть чем докупиться, если вы торгуете на споте, у вас всегда должен быть немного стейблкоинов в загашнике, если вы торгуете на фьючерсах или на марже, то у вас всегда должны быть разгружены плечи вот на этот случай, вот только здесь вы подключаете плечи, понимаете? Только здесь я подключил плечи, когда мы упали по биткоину, и еду на этом лонге уже, понимаете, там усредненно с 31 тысячи, вот. Опять же, когда вы на проливах усредняетесь, вы смещаете цену входа вверх, но, тем не менее, все равно. Давайте взглянем на эфир, раз мы о нем заговорили тоже, про дивергенцию шока предложения, эфир выглядит очень круто, потому что, смотрите, он очень уверенно прет наверх к биткоину, это эфир к биткоину, и он сейчас сражается со своим вот этим сопротивлением, которое можно назвать, ну, достаточно серьезным уровнем сопротивления, это уровень примерно 8,5 миллионов сатоши. Как только он его пробивает, то там следующая шпилька уже вот была, это 12 миллионов сатоши, и следующая шпилька это была 15 миллионов сатоши, аж в семнадцатом году, вот и все. Поэтому эфир может, конечно, нарисовать перед этим Барт Симпсона, может, но в целом, я думаю, что он пошел вот по этим этажам и переписывать хаи, несмотря на то, что эфиры, ребята, монет уже намайнили за эти несколько лет, вот за эти несколько лет, эфиров намайнили больше, чем битков, существует всего, эфиров намайнили уже где-то х2 монет за это время, плюс-минус. А вот, ребята, кто там говорит за Dash, что-то плохое, а вот кто говорит за Dash, что их тогда было меньше монет, или, я не знаю, они имеют в виду, наверное, вообще монет на рынке было, но конкретно монет Dash вот тогда было чуть-чуть меньше, чем их сейчас, потому что у Dash алгоритм такой, что их будет всего 19 миллионов, там плюс-минус, меньше, чем битков, короче, они очень медленно майнятся и все еще находятся в накоплении. Поэтому сегодня долго про Dash говорить не буду, но то, что он летит туда, это уже практически 99,9 в периоде вероятность. Тем более, в прошлом видео я говорил про индикатор Пифагора, Big Guy, который называется. Вы посмотрите, он показывает реально, такого ни на одном альткоине из топ-100 вы не найдете. Вот сигнал Buy, и после этого крупный игрок 3 года набирает позицию, видите это? И мы сейчас выходим из накопления, вот зеленый треугольник, все, понеслась. Ну это просто, я не знаю, ну, ребят, у меня нет задачи вас засадить в Dash, мне вообще пофигу, как бы, нет, мне, конечно, хочется, чтобы вы сделали деньги. Ну вот, посмотрите, красный манифлоу заканчивается, сетка EMA Ribbon уже год в бычью сторону смотрит, выходим из затяжного накопления, Easy Cash уже полетел, опять же, и многие монеты полетели, поэтому смотрите, ребят, не финансовый сайт, дисклеймер, но тут очень хороший потенциал по Dash. Что можно сказать еще по доминации биткоина? Доминация биткоина идет точно по нашему с вами сценарию, она не смогла пробить сетку EMA Ribbon и собралась, по ходу, идти туда за дно, то есть это хорошо для альткоинов, но, тем не менее, смотрите, здесь есть дивергенция быча на индикаторах, то есть, в принципе, это может быть еще сложное движение вниз, и мы все-таки сделаем рывок, но перед тем, как, я думаю, все-таки пойдем пробивать дно и увидим уже самый крутейший альтсезон. Опять же, Кевин Свенс, он очень круто сказал в своем вчерашнем видео про индекс доллара, что сейчас все рынки немного ушли в коррекцию, может быть, серфи его позже вам сегодня переведет, потому что индекс доллара, вот видите, зеленый money flow, он пошел отскакивать из W, но суть в чем, ралли конца года, скорее всего, будет тогда, когда индекс доллара нащупает свою шпильку, а он ее нащупает, судя по всему, очень-очень скоро, ребят, потому что фундаментальных причин для роста индекса доллара нет, я думаю, вы это сами понимаете. В итоге он нащупывает шпильку, может быть, даже ниже вот здесь, уходит вниз, и вот тут-то и начинается Санта-Клаус ралли по крипте, по фонде и по всему остальному. И я уж практически уверен, что по золоту и по серебру тоже, потому что оно не может сейчас упасть, понимаете, с такой ситуацией в мире. Может быть, конечно, всякое вообще дисклеймер, но по здравому смыслу, ребят, все-таки сейчас все должно за ту замунить. Поэтому в сухом остатке по битку абсолютно будет нормальным, даже если мы вернемся на ретест вот этого предыдущего сопротивления в 52 тысячи. Абсолютно это будет норм. Так же, как мы возвращались с вами вот здесь на 42 тысячи на ретест вот этого сопротивления. Это абсолютно нормально, еще раз повторяю, потому что, ну, крипта живет своей жизнью, график живет своей жизнью. Он может сходить вот так, потом пролететь туда, потом сделать вот так коррекцию, пролететь туда. Поэтому ничего тут плохого не происходит, но если вы новичок, привыкаете, что я могу сказать, к такой бешеной волатильности. Биток ходит иногда там на десятки тысяч долларов в сутки просто туда-сюда вообще всех. И в хвост, и в гриву, как говорится. Как из пушки. Вон, посмотрите на 5 минутках какие движения. Просто писец. Дипанули на битстампе на 55 штук, улетели на 57. И сейчас, может быть, еще скотчем обратно или что-то. Я хочу сказать, что это все вообще прямая линия в глобальном масштабе. Просто почаще отдаляйтесь, врубайте логарифмический масштаб и недельный таймфрейм. И просто осознавайте, что это все в логарифме. Мы вообще нормально идем в канале. И еще даже не достигли пиковых значений. Как вот здесь и вот здесь. При этом вот у нас был период накопления, вот у нас был период накопления, вот у нас был период накопления. Мы сейчас из него вышли, и, судя по всему, мы имеем дело с двойной вершиной, типа как была вот здесь. То есть первая вершина, вторая вершина. Но это все в логарифме. А если вы выработаете логарифмическую шкалу, то у нас тут вот, посмотрите, это все просто прямая линия. Вся вот эта волатильность x10, x20, x100, это просто мы валяемся ниже плинтуса, вот на полу. А дальше у нас есть простор хода с вами просто to the motherfucking moon. Поэтому всем профитроли, с вами был Гриня, надеюсь, подбодрил. Торгуйте аккуратно, не берите большие плечи, все ссылки в описании, телеграм-канал. Не ведитесь на скамеров, никому не отправляйте свои деньги. Только своей головой, своим умом зарабатывайте на рынке. Так что, ребята, всем to the moon, на все. Скоро увидимся, пока.